Здравствуйте, дорогие друзья! Как хорошо, что мы с вами согласились исследовать послание Нового Завета. И сегодня мы начинаем исследование удивительного послания апостола Павла к римлянам. Что очень важно знать для каждого человека, который желает стать учеником Иисуса Христа. А ученичество обязывает тому, чтобы слушать, прислушиваться и принимать все то, что говорит учитель. У известного писателя Булгакова есть такие замечательные слова. У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова. И сказал мне Бог. Приходилось ли вам когда-нибудь задумываться над этими словами? Пытались ли мы их понять, хотя отдаленно, переводя эти слова на свой религиозный опыт? И сказал мне Бог. Что это? Неужели же только галлюцинация, самообман, шарлатанство, литературный прием или... А есть ли правда? Есть ли правда, что написано в этих книгах? Бог говорил, а человек слушал, слышал Бога слухом, сердцем, всем существом своим. И Слово Божие звучало громче, чем все громы мира, убедительнее и достовернее, чем все его разумение. Не всем дано слышать Слово Божие. Многие люди Слова Божие воспринимали как гром и на пророков Божьих смотрели как на юродивых. Я хочу вам предложить сегодня исследовать одну из прекраснейших книг Библии, послание к римлянам. И нет, на мой взгляд, книги в Священном Писании, наиболее полно объясняющей план спасения, выражены в доктрине об оправдании веры. Неудивительно, что Мартин Лютер определил послание к римлянам как яснейшее Евангелие для всех. Фактически именно 17 стих 1 главы освободил Лютера от бремени легализма и помог стать ему одним из величайших лидеров реформации. На протяжении христианской истории миллионы сердец были оживлены этой чудесной вестью об оправдании через веру. И римляне, которые стояли у истоков наибольшего возрождения веры в христианской церкви, не избежали испытаний огненного горнила. Многие христиане засвидетельствовали свою веру в Господа Иисуса Христа мученической смертью на арене римского амфитеатра, что или чему во многом способствовало именно послание апостола Павла, где он так ясно изложил истину об оправдании через верой. И на ваш закономерный вопрос, что сделало римлян такими особенными, можно ответить, что пережитые ними потрясения объясняются двумя факторами. Один из них носит общий характер, а другой присущ только ей. Первый фактор. Давайте мы поговорим о самом апостоле Павле. Призвание Савла на служение. Откроем девятую главу книги «Деяния апостола», которая является историческим отчетом того, как Бог открыл Себя миру через Свою церковь. Таково описание удивительного обращения дышащими угрозами Савла, которого Бог остановил на пути в Дамаск. Помните, как затем Бог явился Анании и говорит ему. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, 11 стих. «Встань и пойди на улицу прямую и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла». Анании и показалось, что Бог ошибся. Анания и слышала о Савле, что он преследовал христиан и что он должен был прийти в Дамаск для того, чтобы там продолжать свое преследование. И он не понимает повеление Божие. И послушаем, что Господь говорит ему. 9 глава, 15 стих. «Иди, ибо он, Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами израилевыми. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». 20 стих, 9 главы. Другими словами, Христос пришел в мир, чтобы Евангелие могло быть проповедано. Цель Евангелия – это проповедь, это достигнуть сердец людей. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И Павел стал тем избранным сосудом, благодаря которому Евангелие было проповедано среди язычников. Далее обратим наше внимание к первой главе послания к римлянам. Бывший гонитель представляет себя как раба Иисуса Христа. Мы читаем первую главу, первый стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол к благовестию Божьему». Словами «благовестие Божье» Павел провозглашает две важные истины. Во-первых, он говорит нам, что Евангелие – это благая весть о Боге. Именно Евангелие открывает нам праведность Божью. И, во-вторых, что Евангелие вдохновлено самим Богом. То есть, то, что Он излагает нам, это дано нам Богом. Благая весть таким образом – это не формула, это не литургия, это не предание, а это божественная личность, это сам Господь Иисус Христос. И Павел всю свою жизнь посвятил служению этой личности, а не идеалу какого-то философского направления. То есть, Павел был уполномочен самим Господом проповедовать о Нем. Он не был уполномочен проповедовать какую-то новую религию, а он был призван к тому, чтобы проповедовать об Иисусе Христе, потому что религия в своей сути не является благой вестью. Благая весть заключается в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел к людям ради их искупления. Бог посетил нашу землю, и именно в этом сердце евангельской вести мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Дорогие мои, Павел и был на то избран, чтобы стать одним из теологов Нового Завета, ибо около половины книг Нового Завета написано именно им. И христианская церковь бы много потеряла, если бы мы не знали эти послания. Мы многим обязаны именно этим посланием. Итак, первый фактор. Павел был избранным сосудом Божьим для провозглашения Евангелия миру, и в частности он был избран сосудом также для проповеди Евангелия в Риме, хотя он там и не был ни разу до написания своего послания. Но именно это послание является его проповедью этим верующим в этом огромном политическом и военном центре мировой империи. И также в этом городе, этот город был еще и религиозным центром поклонения языческим божествам. Далее поговорим о другом, более специфическом факторе, касающемся именно римлян. Каждое из посланий апостола написано церквям, или персонально это было кому-либо, имело отношение к тем, кого он хорошо знал, кому он проповедовал, кого он приобрел лично для Господа. Писал ли он Коринфянам, писал ли он Ефесянам, писал ли он Галатам, или он кому-то лично, устно преподавал Господа. Но в Рим он написал именно тем, с кем он никогда прежде не встречался. Было всего несколько человек, с которыми он виделся прежде в своих опытах. Поэтому, что очень важно, он постарался в своем послании изложить всю полноту евангельской истины. Очень важно было, чтобы Павел именно написал это послание. Мы читаем в Кремлянам 1 глава, 11 стих. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. И затем читаем Римлянам 1 глава, 13 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. То есть, Бог препятствовал апостолу Павлу в какое-то определенное время прийти в Рим. Павел объясняет причину этих препятствий. Прежде всего, он должен был благоветствовать в странах Азии, а затем уже в Европе. Мы читаем об этом в послании к Римлянам, 15 главе, 22 стиха. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, приду к вам». Бог однажды сказал ему, ты не сможешь пойти в Рим, пока не закончишь работу в Средней Азии. Ты пойдешь в незанятые территории. Я верю, что Бог говорил это ради нас с вами. Почему? Потому что, если бы Павел не написал этого послания, евангельская истина никогда бы не увидела свет в такой ясной и доступной форме, как это изложено в этом удивительном послании. Именно потому, что он никогда не встречался с верующими в Риме, и было написано такое полное и чистое Евангелие, дошедшее до нас, как Слово Божье. Послание к римлянам является яснейшим Евангелием всем. Главной целью написания этого духовного дарования Павлом, как об этом сказано в 11 стихе, было утверждение римских христиан в вере во Христа, которые, как мы знаем, лицом к лицу столкнулись с преследованиями. Я думаю, что все мы нуждаемся в утверждении нашей веры в Иисуса. Поэтому приступим к исследованию всего послания. Мы живем, многие, по крайней мере, из нас живут в огромных государствах, живут в огромных городах, которые являются религиозным центром сосредоточения представителей всех мировых религий. И на многие церкви, которые расположены в этих огромных городах, возложена ответственность за возвещение вести трех ангелов из книги Откровения. Людям, которые не боятся Бога и не поклоняются Ему в духе и истине. Изучая по крупицам святую истину, мы соприкасаемся с желанием Павла преподать миру великий план спасения. Я смело могу сказать, что послание к римлянам – это и послание к мегаполису, огромному городу. И если бы Бог побудил Павла написать послание верующим в любом из мегаполисов современного мира, где он никогда не был и не проповедовал, он написал бы все то же, что написал и верующим в Риме. «Нас ожидает впереди великий кризис, и наша вера будет испытана так же, как и вера римских собратьев». Вот почему центральной вестью этого послания является истина об оправдании верой. И если мы примем эту вещь всем сердцем, то окажемся готовыми к исповеданию своей веры в Господа Иисуса даже с ценой собственной жизни. Праведный верою жив будет. «И так что до меня, говорит апостол, я готов благоветствовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благоветствования Христова, потому что оно и сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. «В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Слово «сила» в греческом языке происходит от того же корня, что и слово «динамит». Таким образом, Евангелие подобно динамиту действует в жизни христианина. И именно тогда, когда мы верой позволяем Богу войти в наше сердце, чтобы Он мог преобразовать нашу жизнь, чтобы Он мог взорвать ее и сделать ее подобной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Давайте немножко остановимся на этих словах. Павел уже сказал римлянам, что желал прийти к ним в Рим. В 14 стихе он пишет, в первой главе, что должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Он желал проповедовать Евангелие Христа всему Риму, столице тогдашнего мира, огромному мегаполису, сосредоточившему представителей всех народов Великой Империи. В дни Павла было принято изменять обычный порядок слов и предложений в качестве стилистического приема. Например, желая сделать акцент на чем-то положительном, начинали излагать суть в отрицательной форме. И этот метод использует и Павел, чтобы придать особое значение положительному фактору. Но я думаю, что если бы апостол жил в наши дни, он изложил бы свою мысль, возможно, по-иному, так как и отношение наших современников к Евангелию иное. Павел говорит, что он не стыдится благовествовать Евангелие, хотя в Риме на христиан смотрели, как на людей третьего сорта. У древних римлян существовали классовые различия. Себя римляне относили к первому сорту. Римских граждан никогда не подвергали бичеванию, распятию, потому что этот вид казни был позорным для них. На другие народы смотрели, как на людей второго сорта, но на христиан, которые поклонялись распятому Спасителю. Независимо от того, римляне это, или евреи, или елены смотрели, как на людей третьего сорта. Так велико было презрение к иудеям и христианам, которых они относили к иудейской секте. И Павел говорит, стыжусь? Вовсе нет. Почему? Почему я должен стыдиться? Потому что я принес вам не другую философию, а я вам принес учение Иисуса Христа, силу Божию, ко спасению каждому верующему. Если мы вспомним книгу «Деяния апостолов», то там говорится об афинянах, которым Павел проповедовал, и они полагали, что он принес им новую философию. «Деяния апостолов», 17 глава, 18 и 19 стихи. Некоторые же из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. «Что хочет сказать этот суеслов?» Говорили одни из них. А другие, он, кажется, проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенья. На языке оригинала слово «суеслов» обозначает маленькую птичку, которая подбирает рассыпанные зерна на базарной площади. «Суесловами» называли людей, которые клевали мудрость из различных философий, а затем выдавали это за очередную философию. Павел подчеркивает, что он не был суесловом, потому что от самого Господа принял то, о чем проповедовал. И он пишет римлянам, которые весьма гордились своей военной мощью, архитектурными сооружениями и прогрессивной экономикой. Он обращается к римлянам, в городе которых были представители всех философских направлений. «Я не принес вам другую философию или какие-либо человеческие измышления. Я принес вам Евангелие и не стыжусь того, потому что оно есть сила Божья». Мы знаем, что гордый Рим потерпел поражение в одном. Но римляне были рабами всевозможных пороков, что и привело впоследствии к крушению Римской империи. И Павел говорит им, есть только одна сила, способная победить грех – Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Стыдиться Евангелие? Почему я должен его стыдиться? Это единственная сила, которая может спасти человека, и всякий, кто принимает это Евангелие, кто верит, независимо, иудей он или грек, не имеет значения, мудрый он или не мудрый, богатый или бедный, может решить проблему греха в своей личной жизни через веру в Иисуса Христа. И затем он дает определение Евангелию в одной фразе – «Праведный верою жив будет». Запомните эти слова – праведность Божья. Что эти слова значат для нас? Это праведность, предусмотренная Богом. Это праведность, приготовленная Богом без участия человека. Более подробно мы поговорим об этом при исследовании третьей главы. Это очень важно для нас, потому что многие пытаются свою собственную праведность выковать. Они совершают различные титанические подвиги, вплоть до умершвления своей плоти, чтобы угодить Богу. И таким образом Бог якобы признает их праведными. Но Божья праведность не такова. Она отмечена высшими стандартами, качествами и сделана и названа пригодной самим Богом. Хочу выразиться более понятно. В Новом Завете мы читаем, что Бог взял инициативу нашего спасения в свои руки. Поэтому Евангелие – это безусловная благая весть. Бог не сказал миру тебе и мне. Вначале стань добрым, и я посмотрю на это, угодил ты мне или нет. А только потом я спасу тебя. И во время исследования этого послания пятой главы мы обнаружим, что когда мы были еще беспомощными, нечестивыми, грешниками, врагами Божьими, Бог примирил нас с собой смертью своего Сына. Инициатива спасения исходит от Бога. Идите по всему миру, по дорогам и изгородям, и убедите людей прийти на брачный пир. Почему? Потому что мир отчаянно нуждается в Евангелии Иисуса Христа. В этом удивительном послании любви Божьей человечеству, в этом величайшем даре людям. И при этом нужно еще раз подчеркнуть, вся инициатива исходит только от Бога. И Ему одному принадлежит хвала и слава во веки веков. Это и есть Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. И Павел страстно желает представить в послании к римлянам неопровержимую благую весть спасения, неспосланную в Сыне Божьем Иисусе Христе. Эта тема самая драгоценная из всех тем священного Писания. Особенно мощно и ясно она изложена именно в послании к римлянам. Именно в этом послании Павел разворачивает перед читателями весь план Божий во всем его объеме, представляет проблему греховного состояния человечества и, главное, выхода из этого состояния. Он открывает Иисуса как заместителя, поручителя и гаранта спасения человека. Он характеризует веру в Иисуса как основание, дающее спасение или делающее спасение эффективным и единственным решением проблемы греха. А далее в последующих главах он переходит к работе Святого Духа в проблеме освящения, указывая место народа Божия в этом мире. Мы должны совершить определенную работу на земле. И, наконец, он дает практические советы применения Евангелия в ежедневной христианской жизни. Вот такова суть послания апостола Павла к римлянам. И мы с Божьей помощью, под воздействием Святого Духа, с вами последовательно будем изучать это удивительное послание, которое, как я верю, сделает нас свободными и поможет нам жить для Господа Иисуса Христа, для славы Божьей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.